Весь предыдущий день шла подготовка к ночным купаниям. Рабочие из дирекции благоустройства расчищали территорию, вместе с сотрудниками МЧС оборудовали сходник, купели, устанавливали парапеты, дополнительные фонари и палатки с тепловыми пушками. Место купания оснастили сеном, скамейками и биотуалетами. Еще ранее водолазы проверили дно водоема, специалисты оценили качество воды. Крещенская служба на Ореховом озере началась в 22.00. На первом месте у нас идея освящения творения. Мы вспоминаем крещение Христова, погружение Христа в воды Святой Реки и в знак этого погружения Спасителя, освящения вод, мы погружаем крест, образ Креста Господня, воды и Ордании, воды, которую мы освящаем. Мы часто воспринимаем это как некое духовное торжество, как знак обновления творения и освящения творения. Власти города, медицинские работники, спасатели накануне напоминали, что воздержаться от купаний стоит людям с хроническими и простудными заболеваниями, беременным и кормящим женщинам, людям старше 65 лет и маленьким детям. Однако, как мы видим, экстремалов много в разных возрастных категориях. На водных объектах в местах проведения крещенских мероприятий в ночь дежурили сотрудники МЧС, врачи и сотрудники полиции. И это еще одна веская причина выбирать оборудованное место для погружения. В иных местах купания небезопасны. Стоит отметить, что традиция совершать крещенские купания не предписывается церковным уставам. Надо начинать с того, что слово «крещение» в изначальном своем переводе, буквально если переводить на русский, то будет «погружение». Каждый год стараются люди приходить и погружаться в воды, и вставать обновленными. И эта благочестивая традиция, она не связана с прощением грехов, она не связана с каким-то духовным изменением жизни, но в плане и культурологической, и нашей народной традиции это укоренившийся элемент. Считается, что в крещенскую ночь вода приобретает чудесные свойства и становится целебной. И если набрать воды из речки или запастись освященной в церкви водой, то она сохранит свои свойства весь год. С праздником связано понятие «крещенские морозы». Они всегда отличались особой силой. Зато после этого дня погода начинала меняться. Сильный мороз предвещал хороший урожай зерновых. Впрочем, урожай предвещали и туман, и снег хлопьями. В этом году температура воздуха в крещенскую ночь не опустилась ниже нуля. Осадков тоже не было. Зато сильный порывистый ветер явно проверял верующих на прочность и силу духа.